В Сочи в связи с дождями продолжает действовать штормовое предупреждение и особое внимание в селу Кепша. Из Сочи в Батуми и обратно возобновляется морское сообщение между грузинским и российским курортами. Для хороших дел не обязателен повод. Так решили сочинские школьники и высадили на площади искусств цветы. Потрогать тираннозавра и откопать его скелет. Теперь это реально. Парк оживших динозавров появился в Сочи. 17 мая в Сочи президент России Владимир Путин проведет переговоры с председателем Совета министров Италии. Паоло Аджентилони посетит Россию с рабочим визитом. Это будет первая встреча двух лидеров. Планируется рассмотреть ключевые вопросы двусторонней повестки дня. Пути продвижения практического сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарных областях сообщают в Кремле. Также на повестке актуальны международные темы, включая вопросы борьбы с терроризмом и урегулирования региональных конфликтов. Прежде всего на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Джентилони приезжает в преддверии саммита Семерки 25-27 мая. Итальянцы председательствуют на саммите. На Кубани снизилась инфляция, а доходы населения увеличились. Об этом говорили сегодня. На расширенном планерном совещании провел его губернатор края Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, почти по всем основным отраслям есть рост в тройке лидеров строительства, сельское хозяйство и промышленность. Во многих городах и районах края доходы стали выше даже запланированных показателей. В их числе Тимрюкский и Успенский районы Сочи и Новороссийск. Губернатор подчеркнул, несмотря на то, что проблемы еще есть, важно закрепить результаты и сохранить положительную динамику до конца года. Комета снова свяжет Батуми и Сочи. С 22 мая возобновляется морское сообщение между грузинским и российским курортами, которое было приостановлено с начала сентября. Рейсы на начальном этапе будут осуществляться один раз в неделю быстроходным судном на подводных крыльях комета, рассчитанном на 114 пассажирских мест, отметил директор компании-перевозчика. По его словам, увеличение частоты рейсов зависит от того спроса, который будет нынешним летом. Прогнозировать трудно, но компания готова выполнять по 2-3 и более рейсов в неделю. Предполагаемый курортный сбор в Сочи стал меньше. С 1 января 2018 года туристы, приезжающие на курорты Краснодарского края, в том числе и в Сочи, будут платить новый налог. Ранее было установлено, что его сумма не должна превышать 150 рублей в сутки с человека. Затем цифра снизилась до 100 рублей. Теперь же сумму курортного сбора в регионах планируют установить на уровне от 30 до 50 рублей в сутки. Законопроект внесен в Государственную Думу на рассмотрение. Собранные средства каждый из регионов будет направлять на развитие инфраструктуры. При этом в Ставропольском крае планируется установить единую сумму для всех муниципалитетов. А в Крыму и Краснодарском крае она будет разной в зависимости от популярности курортов. Механизм курортного сбора нов для России, но не для мировой практики. Аналогичные сборы взимаются с туристов во многих европейских городах. В среднем в Европе курортный сбор составляет от 1 до 2,5 евро. В Сочи в связи с непрекращающимися дождями продолжает действовать штормовое предупреждение. Возможные меры в случае подтопления обсудили на совещании у главы города. Особое внимание – селу Кепша, где часто образовываются песчаногравийные наносы, которые и препятствуют пропуску воды в реке. В результате уровень воды поднялся до опасных отметок. В селе расположено 7 многоквартирных и несколько десятков частных домов. Население Кепши – 316 человек. В зону подтопления попадает не только часть жилых строений, но и детский сад, филиал санатория «Горный воздух», 300-метровый участок автомобильной дороги. Сейчас ведется расчистка устья реки Кепша. Вот что по этому поводу по телефону нам рассказал глава Краснополянского сельского округа Валерий Кокарев. В настоящий момент у нас там стоят гидропосты, имеется дежурная техника, которая в случае необходимости производит работу и перемещение грунта на месте. Кроме того, у нас создан информационный щит, оповещены квартальные непосредственно домкомы населенного пункта. То есть все население, которое находится в поселке Кепша, оно знает, что надо делать в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Прогноз погоды идет неделю дождей, плюс таяния с небе, потому думаю, в течение месяца режим час еще будет сохраняться. В целом, по случаю прогноз погоды тоже не радует в ближайшие дни также дожди и ветер. В Сочи альпинист сорвался с орлиных скал. Спасателям об этом сообщил очевидец, по словам звонившего. Мужчина получил травмы различной степени тяжести и находится без сознания. Спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустили 64-летнего сочинца со скального участка. Затем на жестких носилках транспортировали мужчину к туристической тропе Огурского ущелья. На спуске у мужчины перестал прощупываться пульс. Было принято решение проводить сердечно-легочную реанимацию. Сотрудники скорой помощи продолжили реанимационные мероприятия. К сожалению, совместные усилия результатов не принесли. Тело мужчины передали сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба спасотряда. ДТП на заправке. Четыре машины пострадали сегодня на АЗС в Хостинском районе. Около 11 часов на автозаправке «Роснефть» водитель автомобиля «УАЗ» не справился с управлением и столкнулся с «Нивой», после чего врезался в бензоколонку. Та, в свою очередь, упала на припаркованный рядом автомобиль «ВАЗ». Принявшая на себя удар первая «Нива» отлетела настоящую рядом «Шкоду». К счастью, жертв нет. К другим новостям. 17 мая «Ласточки» в районе Сочи изменят маршрут движения. По техническим причинам пригородные поезда на участке Сочи и Туапсе не будут заходить на станцию Туапсе. Электропоезда, курсирующие между Туапсе и Эмеретинским курортом, 17 мая также изменят маршрут. Со станции Эмеретинский курорт электропоезд отправится в 6.35. Прибудет на вокзал Сочи в 7.45. Обратная электричка отправится с вокзала в Сочи в 8.36. На станцию Эмеретинский курорт она приедет в 9.23. Пассажиров просят заранее планировать поездки с учетом изменений в расписании. В Сочи бесплатно проведут экспресс-тесты на ВИЧ. С 15 по 21 мая в Краснодарском крае пройдет всероссийская акция «Стоп ВИЧ СПИД». Каждый желающий сможет пройти анонимное бесплатное обследование на ВИЧ и узнать результат в течение 15 минут. Кровь можно сдать на этой неделе с 9 до 15 часов в Центре по борьбе со СПИД на улице Виноградная рядом со второй больницей. Также на улицах будут работать мобильные пункты экспресс-тестирования. 16 мая в горбольнице номер 8, 17 мая на площади у Южного Мола, 18 мая рядом с главным входом в парк Ривьера, 19 мая в институте РУДН на улице Ромашек, 20 мая в торгово-развлекательном центре «Море Мол», а 21 мая в центре профилактики и борьбы со СПИД. Также кровь на ВИЧ можно сдать бесплатно и анонимно в любой поликлинике Краснодарского края. Для хороших дел не обязательно ждать особого повода. Так решили ученики первой гимназии и высадили на площади искусств цветы. Помогали им в этом родители, педагоги и представители администрации города. А расскажет Елена Овсецына. Вот так силами 4 класса городскую площадь искусств украсила еще несколько цветочных клумб. Это событие ни к чему не приурочено, это не субботник и даже не экологическая акция. Просто решили, собрались в выходной день и высадили растения. Однако желание внести свой вклад в озеленение курорта возникло не спонтанно, а еще три месяца назад. Цветочки выращивали у себя в теплице, а идея возникла постепенно. Сначала просто городу подарить, а потом пришла идея, почему бы это не сделают наши дети. И сами посадят, и сами привезут, и польют в конце. Родители придумали, дети реализовали, впрочем, не без дополнительной помощи. Руководство города поддержало задумку гимназистов, взяв на себя организационный вопрос. Мы определили данное место на площади искусства. Это самая центральная такая площадка в нашем городе. И, соответственно, сегодня здесь собрались в честь года экологии высадить вот такую прекрасную петунию-грантифлору. По словам родителей, петунию выбрали не случайно. Не нужно быть специалистом, чтобы вырастить и посадить ее. К тому же, скромное, но яркое растение гармонично вписывается в любой ландшафт. В этот день на площади искусств при помощи ребят появилась не одна, а целых три новых ярких клумбы. Мне очень нравится приносить Сочи добро. Цветы – это красота для Сочи. А Сочи – это культурная столица. Она очень красивая. Тут много цветов везде, и мы вот сажаем их. По мнению ребят, добрых дел, так же, как и цветов, много не бывает. Теперь юные активисты решают, каким будет следующий подарок родному городу. Елена Афтецна, телекомпания ФКТ. 20 мая в рамках Кубанского музейного фестиваля в музее Островского состоится международная культурная акция «Ночь музеев». Уже 20 лет музейные двери открываются для полуночников. Основная цель акции – показать ресурс, возможности, потенциал современных музеев, привлечь туда молодежь. В этом году «Ночь музеев» посвящена Году экологии. Стартует «Ночь музеев», а гид парадом за здоровый быт. Он пройдет 20 мая по улицам Сочи с лозунгами Маяковского, призывая жителей и гостей города вести здоровый образ жизни и беречь природу. В залах музея гостей ждут многочисленные выставки и творческие работы студентов, выставка-продажа «Хендмейд» от мастеров рукоделия. В мемориальном доме писателя пройдет театрализованная экскурсия, приуроченная к столетию революции. По традиции завершится «Ночь музеев» балом сочинского клуба старинного и народного танца. Стала известна конкурсная программа нынешнего «Кинотавра». Откроется 28-й кинофестиваль 7 июня лентой «Холодная танго» Павла Чухрая. Чухраю на фестивале также вручат почетный приз за честь, достоинство и преданность кинематографу. Конкурсная программа фестиваля в этом году состоит из 14 фильмов. Свои работы представят Роман Волобуев, Александр Молочников, Борис Хлебников, Кантемир Балагов, Ксения Зуева, Виталий Суслин, Кирилл Плетнев, Рызо Гегинишвили, Вадим Валиулин, Андрей Сильвестров, Иван Шахназаров, Алексей Рыбин, Юрий Грымов и Юсуп Розыков. Программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева назвала программу этого года «Пазлом из трагедии прошлого, драм настоящего, неакадемической интерпретации классической пьесы, едкой иронии и зловещего юмора». В жюри основного конкурса помимо председателя Евгения Миронова вошли режиссер Александр Велединский, оператор Игорь Гринякин, киновед Нэнси Конди, продюсер Игорь Мишин, актриса Юлия Пересильд и сценарист Александр Родионов. В конкурсе короткометражных работ отметятся выпускники режиссерских курсов Алексея Попогребского и Джаника Файзиева. Председателем жюри конкурса станет Сергей Макрицкий. В качестве специального события состоится премьера полнометражного фильма «Анна Каренина. История Вронского» Карена Шахназарова. Фильмом закрытия фестиваля станет «Про любовь только для взрослых». Это продолжение альманаха Анны Меликян, получившего главный приз «Кинотавра» два года назад. Главная звезда, читающая лекцию о любви на этот раз – Джон Малкович. О том, посетит ли актер к примеру в Сочи, не сообщается. В Сочи пройдет фестиваль водных фонариков. Об этом сообщает портал «Живая Кубань». По задумке организаторов, тысячи светящихся фонариков отправятся в плавание под сказочную музыку. 1 и 2 июля на пляже Ривьера пройдет фестиваль водных фонариков. На две ночи у Сирики Сочи превратится в сад рукотворных светящихся лотосов, которые отправятся в путешествие под музыку. Организаторы ожидают, что романтическое мероприятие посетят тысячи сочинцев. Более того, опуская свой фонарик на водную гладь, каждый желающий может загадать желание и написать его на лепестке цветка. Парк оживших динозавров появился в Сочи. Затерянный мир расположился на территории курортного городка в Адлере и приглашает совершить путешествие во времени. Одной из первых это сделала наш корреспондент Рината Шипулина. На площади в один гектар расположились больше 20 фигур динозавров, обитавших на земле более 150 миллионов лет назад. Воссозданы представители юрского периода с исторической точностью и в натуральную величину. Высота, к примеру, брахиозавра почти 13 метров. Динозавры очень большие, ребенок не боится, понравилось. Еще раз обязательно придем сюда с супругом, первый раз такое видим. Мне динозавры все очень понравились, и особенно вот этот вот, он очень высокий. При приближении людей фигуры оживают. Рядом с каждым динозавром установлена информационная табличка. Затерянный мир – это и познавательное путешествие, где можно почувствовать себя палеонтологом и принять участие в настоящих раскопках. Основные посетители парка – это, конечно же, дети, ну, их родители. Именно для них мы разработали серию таких парков. Здесь находится несколько игровых зон и множество различных развлечений. Атмосфера динопарка с подвижными и рычащими фигурами динозавров создают иллюзию реальности, словно действительно попадаешь в затерянный мир. С динозаврами можно сфотографироваться, а на некоторых и забраться. Мне очень интересно наблюдать за ними, и они смотрятся, так сказать, как вживую. Море впечатлений вообще. Мы не ожидали такого увидеть. Дочке понравилось, младшему сыну понравилось. Молодя, папа. Да, они вообще в шоке. Они думают, что это как настоящие. Мы сами увидели издалека, пришли сюда. Затерянный мир расположился недалеко от отеля «Весна» и ждет своих гостей. Совершить путешествие во времени и окунуться в атмосферу доисторического прошлого можно ежедневно с 10 утра до 10 вечера. В темное время суток динозавров можно рассмотреть детально. В парке включается подсветка. Рината Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В Сочи завершился Кубок России по парусному спорту. Участие в соревнованиях приняли 278 спортсменов. Естественно, что из общего числа спортсменов в молодежную сборную России войдут не просто хорошие яхтсмены, а лучшие из лучших – те, кто занял призовые места. Официальный сайт Всероссийской Федерации парусного спорта опубликовал список победителей Кубка России в олимпийских классах яхт. Среди них оказались Сергей Комиссаров из Долгопрудного, победитель в классе «Лазер», петербуржец Данил Крутских и краснодарка Екатерина Маргун, ставшие лучшими в «Лазер-Радиал», а также Владимир Новоселов из Санкт-Петербурга и Мария Истратова из Владивостока. Им не было равных в классе «Лазер-4-7». В 49-м же первенствовали Константин Носов и Александр Гайдаенко. В 49-м – «ФХ», Анастасия Могильная и Яна Стоколесова. В 29-й удача улыбнулась Дмитрию Лаздину и Дмитрию Аросланову, а еще Анастасии Сумароковой и Диане Сабировой. В «Накре-17» победу одержали Максим Семенов и Алина Щетинкина. И в завершении информация от партнеров программы. Стоматология «Скаковский» работает по принципу 3П – порядочность, последовательность, профессионализм оказывают все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Продолжение следует...